Greenpeace невозможно представить без акции. Это не сама цель, а эффективный инструмент, с помощью которого можно добиться необходимого результата. В каких-то случаях для этого требуются годы, в других гораздо меньший срок. В 2007 году Greenpeace провел более 10 акций, посвященных самым разным экологическим проблемам. Помимо, как их называют, акции прямого действия, есть и другие их виды. К примеру, лагерь добровольцев, которые помогают утеплить школу. На этот раз утепление школы прошло в селе Березина речка под Саратовом. С помощью волонтеров Greenpeace и учеников школы вся работа была сделана качественно и быстро. Позже директор школы и представители администрации рассказывали нам, что если бы мы не утеплили школу, то эту зиму она бы пережила с большими проблемами. Во-первых, из-за перебоев с поставкой газа для отопления, а во-вторых, из-за плохого состояния стен, чердаков и других ограждающих конструкций. Кстати сказать, наша акция имела приятные и довольно неожиданные для нас продолжения. Директор школы и старшеклассники решили пойти дальше и провели исследование здания школы. Они решили выяснить, где еще есть места, в которых происходят потери тепла. С помощью специалистов был проведен энергоаудит и теперь у директора школы есть необходимые данные. Что нужно сделать еще, чтобы школьники нормально учились и они боролись с холодом. Кстати, наш опыт утепления распространяется и на другие регионы. В Курской области местный центр энергоэффективности пригласил наших экспертов для проведения семинаров для директоров школ и представителей властей. Было решено применить нашу технологию на одном объекте в городе Курск. И если все удастся, то тиражировать ее на остальные бюджетные объекты области. В Санкт-Петербурге начал работу водный патруль «Гринпис». Экипаж специально оборудованной лодки отбирал пробы воды в Неве и ее притоках, отслеживал нелегальные стоки и аварийный сброс. Всю полученную информацию водный патруль публикует на сайте и передает в прокуратуру, Росприроднадзор, городским и областным властям. Уже предварительная инспекция Невы в пределах Санкт-Петербурга помогла обнаружить десятки выпусков неочищенных сточных вод. В августе «Гринпис» пригласил мэра города Валентина Матвиенко в рейд, организованный по реке Охте, где обнаружен один из самых грязных стоков. Вместо нее патрулировать реку отправился председатель городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Дмитрий Голубев. Ему показали многое из того, что не увидишь из кабинета. К примеру, сток, из которого в августе несколько дней в реку сбрасывались нефтепродукты в концентрации, превышающей норму в 140 тысяч раз. На прощание представителю губернатора вручили 20-литровые емкости с водой, отобранной на Неве, Ижоре, Охкервиле и Вокте. Несмотря на то, что закон запрещает сброс сточных вод без очистки, только на территории Петербурга существует больше 300 труб, через которые предприятия сбрасывают неочищенные сточные воды. По данным Роспотребнадзора, в 2007 году 90% проб воды из Невы не соответствовали санитарно-химическим нормативам. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...